В этой песочнице сегодня играют директора крупных компаний. Правда, им куда проще управлять большим бизнесом, чем крошечной техникой. Непривычно. Хорошо, если бы предлагалась инструкция. Впрочем, остальные экспонаты совсем не игрушки. Участникам форума предлагают посидеть и в кабине настоящей машины. Это современный транспорт для нефтяников. Вездеход не заглохнет даже в минус 60. А то и вездеход. Он и проедет, и груз довезет. Компании презентуют на выставке самые передовые разработки нефтегазовой отрасли. Вот, к примеру, современное жилье для вахтовиков. Модульный дом больше напоминает отель. На самом деле, я недавно был в гостинице, неплохой гостинице, московской. Здесь помягче, поудобнее. Завидую всем рабочим, которые сейчас могут так работать. Инновации здесь на каждом шагу. Например, этот сканер способен в точности скопировать любую деталь и создать 3D-модель. С его помощью получаются полные аналоги иностранной техники. С небольшим шпионом, который помогает нам сейчас реализовывать все проекты. Как раз и помогать нашему производству в России. А эти машины вообще наделены интеллектом. Робот-пожарный может работать на месторождениях. Причем не только тушить огонь, но и спасать человеческие жизни. У него есть специальный распылитель, расположенный наверху. И он условно окружает себя таким плотным потоком, водяным щитом, что позволяет ему работать вблизи непосредственного возгорания. И тем самым, убирая необходимость, человеку пожарному находиться так близко и, соответственно, подвергать своей жизни опасности. Техника данная, она спасет не одну человеческую жизнь. Вообще, на выставке кажется, что будущее уже наступило. Ведь даже кофе здесь наливают роботы. Дарина Игранцева, Владимир Кондратьев, Тюменская служба новостей.